Доброе утро, дорогие телезрители! С вами снова утро на седьмом. У нас уже в студии разместилась наша третья женщина, наши гости, Мария Кислова, старший научный сотрудник Одесского литературного музея. Доброе утро! Доброе утро! С чем вы к нам пожаловали? Литературный музей не замирает, не успокаивается. И мы снова приготовили уже музейную ночь. 18 мая был Международный день музеев. Это такой наш был праздник. Но в праздник мы все равно работали и устроили музейный марафон. А 20 мая уже сама музейная ночь. Что будет в этой музейной ночи такого, чего не было раньше? Чего не было раньше? Будет определенная такая атмосфера. В принципе, она в музее всегда похожа, потому что это какой-то такой уют. Это обычно высокий уровень, потому что с нами работают профессионалы своего дела. Но в этот раз мы объединяем в музейную ночь такие разные виды искусства. И, собственно, Одесса у нас появляется с торговлей и с музыки. Появляется театр. И в результате у нас тоже все начинается с театра. У нас выступают солисты Одесского национального академического театра оперы и балета. Это будут несколько арий из опер. И неспроста, потому что, опять-таки, Одесса во многом всегда лидировала. И после театра Ласкала впервые одесситы услышали сивильского цирюльника и любовный напиток Деницетти. И поэтому мы с этого начнем, что вот она, Одесса, как была такая вся высокая-высокая. Потом немножечко поговорим. Это наши сотрудники, наши друзья. Елена Каракина, Яна Заярна и Андрей Дембицкий расскажут. Поговорят голосами Аркадия Оверченко, Исаака Бабеля, Александра Биско. Для того, чтобы передать вот это ощущение, что же такое Одесса. И какой она была, и какой она, в общем-то, остается. Это такая наша классическая, классическое начало в золотом зале. Но, понятное дело, что этим все не ограничивается. Иначе это был бы такой музейный вечер. Потому что после этого мы двигаемся уже по музею дальше. И в залах галереи открываются две выставки. Это и выставка графики Елены Владимира Ильичевы. И у них есть такой перформанс, свой арт-проект. И называется он «Панчохы». И вот они как раз покажут что-то вроде авторского перформанса. Будет модель, будут рисовать просто так на ходу. То есть каждый желающий может заглянуть и посмотреть. И может даже поучаствовать. Потому что интерактив у нас всегда приветствуется. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что такое музейный дайвинг. И это какая-то лекция будет, да? Ну, мы решили, что на музейных ночах обычно времени немного, чтобы все-все-все успеть. Но есть несколько тем, которые всегда интересны, в которые стоит углубиться. И это будут такие, официальным языком говоря, тематические экскурсии. Вот улыбаясь Дюку и «Время больших ожиданий». И мы с вами, в общем-то, захватим такой фрагмент экспозиции нашей музейной для того, чтобы глубже узнать, почему мы улыбаемся Дюку, почему мы не смотрим со второго люка. Да, и вообще, кто такой был этот Дюк, как он появился в Одессе и как он не хотел уезжать из Одессы. И почему одесситами не рождаются, одесситами становятся. Ну, и «Время больших ожиданий» – это, в общем-то, такая вечная тема Одессы. Одесса все время находится во времени больших ожиданий. Все время кажется, что вот-вот оно случится что-то удивительное, замечательное. И, возможно, эта надежда, она как-то все время спасает и поднимает настроение. Кто будет еще выступать на музейной ночи? Вместе с нами работает даже такой уже не совсем новый, но, тем не менее, новый, скажем так, по сравнению с нами особенно. Музей интересной науки. Музей интересной науки предложили свои экспонаты. И это действительно что-то такое очень удивительное, потому что одно дело, когда вы смотрите это в экспозиции музея, там все подробно, по-научному, потому что все-таки наука, куда без этого. А у нас в Музее интересной науки планируется такой выход в сад скульптур. То есть это вот так, если уже пофантазировать, начало 11 вечера, фонтан, фонари, легкая музыка. И тут, значит, появляется Музей интересной науки, и будет такое интерактивное электрическое шоу. И я, честно говоря, этого не видела, потому что мне самой интересно, как это будет. Но ребята пообещали, что все желающие смогут выпускать молнии из ладоней. Поэтому я думаю, что это будет очень эффектно. К вопросу о легкой музыке. Кто отвечает за музыкальное сопровождение Музейной науки? А вы же знаете, что мы начинаем с солистов оперного театра. Опять-таки вот он такой уровень Одессы, блестящие оперы. А завершаем мы, потому что Одесса, она опять-таки город контрастов. Одесса разный город. И всегда наряду с чем-то высоким, прекрасным, интересуются чем-то более таким уютным, камерным. И в результате с нами будет работать клейзмербенд «Мамины дети». За что им огромное спасибо, потому что Валерию Чернису позвонили и просто сказали, Валерий, пожалуйста, вот тут такое дело, такое дело. На что он сказал, ну, конечно, куда же без нас. Их-то я точно знаю, их-то я точно слышала. Это гарантия. Ну, Музей Интересной науки тоже, в общем-то, гарантируют, но это будет сюрприз. «Мамины дети» – это такая гарантия прекрасного, какого послевкусия, потому что вы сумеете прочувствовать Одессу вот абсолютно разную. И как раз вот ими тут уже 11 часов вечера, начало 12-го. То есть такая себе ночь-ночь. Вокруг живопись. У нас будет представлена живопись одесских художников, кроме графики Ильичевых. И играют такие хорошие одесские песни. Какая вот эта атмосфера. Это то, в общем-то, ради чего тоже стоит прийти на музейную ночь. Такое очень объемное событие. Чем вы руководствовались в подборе участников для такого проекта? Ну, руководствуюсь мы нашей темой. Мы выбираем какую-то тему и в результате ищем, вот кто же может подойти. Потому что в этот раз название нашей ночи – Одесса, Одесситы и Одесситки. И в результате все связано именно с городом и с тем, кто ассоциируется с городом. Да, вот поэтому и наука Мечников, Сеченов, Менделеев, Пирогов. Мы тут недавно обсуждали с Музеем интересной науки, был ли Тесла все-таки в Одессе. Но ребята говорят, что он еще не доехал. Но с другой стороны, кто же там знает, потому что он много где бывал. И вообще мог бы и побывать, просто никому об этом не рассказать. Так вот. И поэтому вот все, что чуть-чуть связано с Одессой, значит, это уже абсолютно наша тематика. И с Одессой и одесситами, и одесситками. Название мы позаимствовали у замечательного журналиста Власа Дорошевича, который написал такую книгу. И там как раз тоже такие подробности. В результате и в текстах мы будем показывать, кто такие одесситы, их настроение, их менталитет где-то свой особенный. Поговорим про одесский язык, который все очень любят слышать. Воспроизводить. Воспроизводить, да. И там как раз тоже покажем, что одесский язык, в общем-то, он повлиял и на Александра Сергеевича Пушкина, и, возможно, на Льва Толстого, который бывал в Одессе. Так что он распространяется повсюду, повсюду, повсюду. Стоит приехать в Одессу и уже как-то вот прочувствуется это все. В связи с тем, что мероприятие будет проводиться в такое позднее вечернее время, есть ли какие-то ограничения, кого ждете в гости? Мы ждем всех, абсолютно всех, кто готов бодрствовать. В принципе, это же не такая прям ночь до рассвета, да, это до часов 12, до половины первого. Это уже как зрители поддержат маминых детей, вот, потому что я думаю, что если будет так активно, то мамины дети тоже будут играть, играть, играть. Несколько выходов на ВИС обеспечены. Да, да, вот, тут главная такая поддержка. Поэтому абсолютно всех, потому что тема, она интересна и для детей, и для взрослых, и для одесситов, и для приезжих. Ну, в общем, абсолютно для всех. И даже для иностранцев, которые русского языка не понимают. У нас, во-первых, одесский язык будет звучать. Который понимает всех. Да, это главное, в общем-то, жестикуляция, да, интонация. И тут сразу можно разобраться, в чем дело. И музыка, и живопись, и поэтому, ну, это язык, понятный уже абсолютно всем, независимо на языке. Туристический сезон уже практически начался. Какие есть планы? Может быть, вы уже готовите какие-то мероприятия на ближайший курортный период? Ну, сезон начался. Уже в музеи тоже стали приходить люди, не только школьники. Хотя школьников мы тоже всегда ждем, потому что им это очень важно. Но уже ходят такие индивидуальные группы, просто желающие зайти. У нас с музеями есть такая небольшая проблема. Обычно, когда слышат литературный музей, думают, ну, его в баню вот как-то мимо. Посмотрели достаточно так внешне. Но всегда стоит заглянуть внутрь. Потому что, как только вы заходите, и сразу вот оно ощущение дворцовости. И поэтому мы готовы к любым абсолютно пожеланиям и любым туристам. У нас есть совершенно разные экскурсии, которые мы предлагаем. Они идут совершенно ознакомительные. И там нет абсолютно, вот, как иногда есть ассоциация с школьным учебником. Когда открываете, там Иван Иванов родился, написал, умер. Все довольно скучно. Да, и как бы, ну и достаточно. А тут мы показываем жизнь вот этих самых писателей, как на них реагировали, как они реагировали на Одессу. И поэтому вот оно все такое соединение именно в музее. И в то же время музей – это дворец. Поэтому у нас есть экскурсия и музей, как дворец. И экскурсия для детей, литературно-исторический вояж. Когда они смотрят на рукописи, а потом сами пишут перьями. И экскурсии для самых маленьких и для самых взрослых. На лето мы опять-таки планируем делать и какие-то такие дни свободного посещения для того, чтобы снова-таки как-то привлечь. И какие-то выходы на улицу, чтобы совместить и музей литературный, и экскурсию вот по городу. Так что у нас достаточно планов. Ну что ж, давайте тогда еще раз пригласим одесситов на ночь в музее. И вам слово. 20 мая в 20.00, уже сегодня 8 часов вечера, в литературном музее по адресу Лонжероновская, 2 состоится музейная ночь. Музейный марафон у нас был бесплатный. Музейная ночь – это мероприятие платное. Билет стоит 100 гривен. Ну так как программа рассчитана больше, чем на 4 часа, я думаю, что вполне себе возможно это предложить и провести время незабываемо. Ну и билеты продаются в кассе музея. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Мария Кислова, старший научный сотрудник Одесского литературного музея. Ну что ж, мы сегодня продуктивно поговорили и о банках, и о женской дружбе. Мы приняли огромное количество телефонных звонков и выяснили, что все-таки может быть не женская, может быть не мужская дружба, но самая настоящая. Человеческая дружба все-таки есть, и желаем вам самых лучших друзей и всего самого замечательного. Спасибо большое за то, что были эти 2 часа с нами в наш такой необычный, очень женский эфир. Надеемся, что вам понравилось, нам уж так точно. Для вас сегодня работали Оля Шаргородская. И Ольга Ермоленко, спасибо, что терпели нас. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!